Всем привет. Мой ник на ресурсе покерабилити BrainEat. Второй раз прохожу этот курс, поэтому постараюсь кратко и по существу дела. Главное достоинство курса – вовлеченность в процесс, знакомство с единомышленниками в покерном комьюнити, возможность найти партнеров, с которыми будет возможность продолжать совместное обучение дальше. Теперь сразу переход к спорным вопросам. Это информация. Она хорошая, но по мере изучения материала и продвижения не всегда понятно, на чем основана часть выводов. Предложение в связи с этим – делать более подробные математические выкладки и более глубокие рассуждения. Возможно, их стоит помечать звездочкой и делать сноски для тех, кто любит покопаться глубже, чем это следует делать в самом начале покерной карьеры. Просто в связи с чем такая мысль появилась, раз Бокер все равно пришел к этим мыслям и писал статьи, то он же на чем-то основывался и хотелось бы видеть ход мысли от и до, а не просто конечный результат – выкладку. Потому что, как мне кажется, это поможет в будущем развивать покерное мышление для тех, кто хочет добиться максимально высоких результатов в покере. Но теперь о грустном. Негативный момент. Мой куратор. Личность, не называя, кому интересно, посмотрит в моем блоге. Он был, на мой взгляд, некомпетентным. Это была просто проверка домашки с пометкой «Выполнено». Не всегда в срок, что давало возможность схитрить и сделать позже, чем положено по правилам. Плюс абсолютно никакой моральной поддержки и видимое отсутствие вовлеченности в развитие своих подопечных. Такое ощущение, что выполнение своих обязанностей было только для галочки. И по этому же поводу, положительный момент по поводу саппорта на курсе, в этом плане я бы предложил всем взять пример с надеждой. Потому что это специалист топ-уровня. Всегда индивидуальный подход и максимально оперативное, качественное решение всех вопросов. Поэтому выражаю огромнейшую благодарность, надежду за то, что она так качественно выполняет работу. Также благодарность большая тренеру Анатолию, который выполняет на высшем уровне свои тренерские обязанности, всегда отвечает на все вопросы, максимально дает емкие, глубокие ответы. Если же какие-то возникали спорные ситуации, то всегда перенаправляла непосредственно к создателю курса все вопросы к Петру Богороду Йорку, который также всегда оперативно и максимально полно отвечал на все вопросы. По поводу непосредственного куратора блога на прошлом курсе Покер ПРО 2019. Шестой поток. Моим куратором был Игорь Мус. Вот по поводу того, как он проводил проверки. В его сообщениях всегда чувствовалось участие и поддержка, что очень важно для учеников, которые только начали знакомиться с покером. И когда на таких учеников, совсем юных, молодых, не окрепших в покерном смысле, сваливать стон на полезнейшей и сложной информации, это очень важно. Потому что иначе уже на первой неделе можно просто расстроиться, поникнуть и забросить курс. Также хотелось бы добавить, что все-таки побольше бы хотелось каких-то обучающих видео по работе именно с софтом. То есть есть информация по поводу холдер-менеджера, но нет информации по хэн-то-ноут. Потому что, ну, как мне кажется, те, кто не готов еще платить полную стоимость, предпочтут пользоваться бесплатной версией, которую могут предоставить разработчики хэн-то-ноут для микролимитчиков. Поэтому вот по флобзили, по хэн-то-ноут я бы попросил, конечно, для следующих курсов сделать какие-то дополнительные обучающие видео. Потому что, ну, иначе самым приходится где-то что-то искать, по-другому никак. Ну, собственно говоря, дальше выводы делайте сами. На этом я с вами прощаюсь.